Пришло время рассказать о самом главном суперфлагмане 23-го года. Вот за что я люблю Samsung, так это за нейминг. Если это 22-й год, то мы снимаем обзор на 22-ю модель. Если 23-й год, то, конечно, на следующую, еще более мощную и крутую. Потому что это вершина технологичности, здесь одни из самых лучших камер на рынке, по крайней мере, второе место после Google Pixel 8 Pro. А в чем-то даже Samsung лучше, чем Pixel, как минимум в этом. Я приблизил Эльбрус. Как вы думаете, где я стою? Может быть здесь? Нет. Может быть здесь стою. Ну, наверное, здесь, да. Ну, тогда, наверное, здесь. Тоже нет. И даже не здесь. Я снимал отсюда. Вот так вот. Ладно, шутка. Но это пока что, потому что в будущем, возможно, это будет совсем не шутка. Дальше мы будем приближать еще дальше. В общем-то, это обзор Galaxy S23 Ultra спустя целых два сезона. Ну, потому что снимал и летом, и осенью. К тому же я сравнивал его с Pixel 7, а с Pixel 8 пока не сравнивал, но, возможно, в будущем, если ко мне приедет Pixel раньше, чем я сдам этот. С OnePlus 11. С Sony Xperia 1.5. С Sony Xperia 5.5. С Nothing Phone 2. И с iPhone 15. Я думаю, этого более чем достаточно. Где купить абсолютно любой Galaxy? Возможно, там, Fun Edition, возможно, Flip, Fold, что хотите, то и покупать даже часы. Это можно купить в интернет-магазине Cifrus. Ребятам уже 15 лет. Congratulations! Скоро, кстати, распродажа 11.11. Возможно, скидочки. Так что заходите и смотрите. Кроме того, доставка по всей России дает гарантию в 3 года. И вы можете получить подарок от канала по волшебному слову Power. Но вначале добавляете смартфон в корзину, переходите к ней, вводите это волшебное слово и можете выбрать, например, блок питания, потому что его нету в комплекте. Взяли вот такой вот Galaxy S23 Ultra в керамическом цвете, белом молочном, теплое молоко. И как будто вы в сказке. Что ж, начнем с комплектации. Комплект, комп, 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 к, да, она меньше, чем само это слово. Из полезного здесь только кабель Type-C на Type-C, но он даже не плетеный. Так что, нафига вообще здесь? Начну с того, что после Rock Phone здесь самый лучший звук в мире. Это для меня почему-то самое главное в смартфоне оказалось спустя столько-то лет видеоблогинга. Звук, кто бы мог подумать, но как бы мы смотрим видосы иногда, иногда слушаем музыку, хотя мало кто этим занимается на смартфоне, но типа наушники есть, колонки есть, но все равно иногда приходится послушать аудиокнигу, например. И для этих целей Samsung подходит идеально. Глубоко, четко и без звенящих высот, как было в Nothing Phone 2 или в Techno Phantom V-Flip. Дисплей выше всяких похвал. Яркость матрицы Super AMOLED, она так называется, там специальные жидкие кристаллические пиксели. Яркость до 1000 нит в обычных приложениях и этого более чем достаточно. К тому же автояркость примерно такая же, как на iPhone 15, то есть она замечательная. Мгновенная и плавная. Вред от шим присутствует только на минимальной яркости, как и у большинства смартфонов, так что здесь все то же самое. Но с другой стороны Samsung славится своими дисплеями, они поставляют их и Google Pixel, правда туда они поставляют не самую лучшую часть своих дисплеев, будем честно говорить. Но зато себе они поставили отличную матрицу. У меня глаза не болят. Максимальная частота обновления дисплея 120 Гц. И этого достаточно под любые задачи. 144, как в Asus, это очень много. Уже не нужно. Интересно, что на матрице зеленых светодиодов в два раза больше и такую комбинацию можно назвать RGBG. Сразу 2G, green-green. То есть вот из этих квадратиков можно собрать целиком матрицу. И из-за этого, возможно из-за этого, хотя с другой стороны там не такие уж и большие зеленые пиксели, из-за этого под углами белый цвет становится то синеватым, то зеленоватым. Но зато черный цвет всегда черный. Также можно заметить, что на загнутых гранях эта картинка более темная или часто бликует. Это не всем понравится. И здесь стоит отметить, что в 24-м поколении, как нам говорят слухи, уже не будет изогнутых водопадов. Так что здесь, возможно, кому-то стоит подождать. Основная камера на 200 мегапикселей. 200 мегапикселей. Она аналогична 24-мм объективу в фотоаппарате. Хороший выбор, Samsung. Широкий угол на 12 мегапикселей с технологией Dual Pixel PDAF. Он же умеет снимать фото и видео в режиме Super Steady для максимальной плавности. Но это не оптическая стабилизация. И далее идут сразу два телевика. Один на трехкратное увеличение, но этим сегодня сложно удивить. А второй способен выдать оптический зум. 10x это уже даже не телефото, это перископ, аналогичный 230 мм фотоаппарате. То есть у нас сразу 4 варианта оптического приближения. И полный спектр от 0,6x до 100-кратного увеличения при помощи цифры и алгоритмов. Так умеет далеко не каждый. К тому же у основной камеры с редким пока еще 200 мегапиксельным сенсором Samsung и три режима съемки. С объединением пикселей 50 мегапикселей, то есть 4 в 1. С объединением пикселей 12 мегапикселей, то есть 16 в 1. И в полном разрешении 200 мегапикселей. Вроде бы 200 мегапикселей это круто. Но на деле такие снимки сможутся заметно хуже обработанных 12 мегапиксельных. Да и теоретически некоторый выигрыш в детализации есть, но разглядеть его очень непросто. 200 мегапиксельная картинка наполнена артефактами от подавления шумов. Одноцветные участки выглажены в 0, а контрастные границы подчеркнуты. На 12 мегапикселях у меня выходили самые классные снимки. В режиме 12 мегапикселей камера выдает картинку с высокой детализацией и стабильной резкостью, которая не ухудшается даже к краям кадра. Снимки яркие, сочные, контрастные, смотрятся объемными. Никаких пересветов или завалов в тенях динамический диапазон матрицы не допускает. Качество съемки для мобильной фотографии очень высокое. Широкий угол меня также порадовал. Картинка такая же, как и на основной модуль, нету отличий по цветокоррекции, как это часто бывает, например, в Nothing Phone. Угол обзора здесь 120 градусов, оптического стабилизатора нету, а края, как часто бывает, искажены эффектом рыжий... 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 рыбий глаз. И не похожи на реальность. Так что ни в коем случае не делайте групповые снимки на широкий угол, иначе можно кого-то обидеть. Но самое главное здесь, конечно, возможность увеличения. И здесь я, наверное, просто помолчу, потому что такого качества вы мало где найдете. Если вам нужно снять концерт или какое-то важное мероприятие, будь то гонки или свадебный танец, тогда вам точно нужно брать Galaxy. Ведь даже в темное время суток снимки выходят потрясающими. Хотя источники света передаются не всегда точно, и цветокоррекция могла бы быть не такой желтушной. Фронтальная камера также стоит и нашего внимания. Здесь доступно два режима съемки. Широкий угол для групповых портретов и стандартный. Качество и цветокоррекция почти не отличаются от основного модуля. Я однозначно советую Galaxy как камерафон. Это потрясающие камеры. Даже за свои деньги. Здесь цена это не минус. Мы понимаем, за что отдаем большие суммы. Пришло время видео, и оно тоже волшебное. Я очень много снимал на эти камеры еще в прошлом году. Ну типа там были похожие в Galaxy S22 Ultra. Мне нравится как выглядит солнечный свет, как выглядят тени. Ну это просто классная картинка. Я где-то 4 раза использовал 3X Linux, чтобы снимать второй план на свой канал. То есть вот у меня стояла основная камера и была еще одна сбоку. И это я снимал на Galaxy. В общем и качеством звука, и возможностями записи видео я доволен. Далее просто приведу несколько различных сценариев. Далее я сравню этот смартфон с Sony Xperia 5.5. Нет, 1.5, потому что мы флагманы сравниваем сегодня. И с iPhone 15 Pro Max. Самый большой, конечно, Samsung Galaxy. У него 6.8 дюйма. 6.5 у Sony, потому что он узкий. Вообще-то в длину он такой же, как Samsung. Но в ширину он поуже будет, поэтому 6.5. У Android разрешение Wide QHD+, а у iPhone просто QHD. Самый большой по габаритам и самый тяжелый тоже Galaxy. Вот здесь вы видите все самые цифры нужные, поэтому сами смотрите. Что касается процессоров, то в Apple стоит A17 Bionic. Собственный процессор своего производства. Самый классный, самый современный. Мощнее вообще любых андроидов. Так что знаете, где самая мощь. Мощь это у Apple. Далее идут Snapdragon 8 Gen 2. Про модификации оперативной памяти и встроенной я молчу, потому что там бывают разные. Там уж сами смотрите. Переходите либо на сайт Цифруса, либо просто открывайте спецификации, потому что там у каждого по-своему. Больше всего аккумуляторы в Android. Там по 5000 мАч, что в Sony, что в Samsung. А в iPhone поменьше на примерно 500 мАч. Но тоже неплохо за счет оптимизации у iPhone. Основной модуль в Samsung на 200 мегапикселей. Еще раз удивляемся. В Sony это 48 мегапикселей. И в iPhone тоже столько же. iPhone поставляется на iOS 17, а Samsung и Sony на Android 13 Tiramisu. К сожалению, 14-е поколение еще не завезли. Вот сейчас я сижу на One UI 5.1, Android 13, так что я еще в прошлом. Везде только премиальные материалы, никакой пластмассы. Вот правда у Sony вот эта вот штуковина сзади, она ощущается как будто пластмасса на самом деле. Но это стекло. Во всех трех смартфонах IP68, защита от воды и пыли. Соотношение сторон у iPhone и у Samsung 19,5 к 9, а у Sony очень необычно 21 к 9. Можно смотреть фильмы, сериалы с большим комфортом. Самая высокая плотность пикселей у Sony 643 пикселя на дюйм. Это прям очень много. Тем более, что если учесть тот факт, что хватает в большинстве случаев 300 пикселей на дюйм, но здесь даже больше. В iPhone 460. Вот они все характеристики дисплея. Ну а Sony здесь выглядит вообще каким-то странным. Ну как бы там Sony Bravia настраивает дисплеи. Те, которые телеки делают. И как бы в Sony в целом флагманские дисплеи. Ну даже лучше, чем в iPhone и в Samsung. Так что все эти цифры, ну тут такое себе. В жизни гораздо лучше Sony. Ну а что касается типа оперативной памяти, то везде стоит LPDDR5X. Вот они цифры в Antutu. Смотрите, сравнивайте. Больше всего, конечно, у iPhone. Ну и в Samsung неплохо. Мне хватает вообще на любую игру. Ну там как бы кто мог подумать. Там отличная система охлаждения. Да, он греется в троттлинг-тестах. Но как бы при повседневном использовании. Тем более, если вы там зимой играете. Вообще будет отлично. Никаких проблем. Больше всего бэндов связи 5G у iPhone. Что касается 4G, то на первом месте iPhone. На втором в Sony. А на третьем в Samsung. Хотя в целом и в Samsung. И в Sony, и в Apple. Правда, на самом деле в Sony хуже всего связь. По факту, там, например, в деревне у нас не берет вообще. На высокой скорости в машине тоже редко берет. И в метро тоже плохо. Так что лучше всего iPhone и Samsung в этом плане. Везде есть и NanoSIM и E-SIM. Причем двойные симки. Что там, что там, что там. Во всех смартфонах есть стандарт Wi-Fi 6. А в Samsung даже Wi-Fi 7. Ну как и в последнем Pixel. И везде стоит Bluetooth 5.3 LE. У меня отлично все наушники работают. У всех смартфонов отличные поддержки. Ну, то есть, отличный уровень громкости. Правда, вот, если вы будете покупать AirPods, то лучше берите iPhone. Потому что с iPhone AirPods звучат лучше. Это факт. Ну и отличие Sony, что у него есть мини-джек. Кому-то это до сих пор важно. Везде есть беспроводная зарядка. Везде есть NFC. В общем, это современные смартфоны. По последним словам техники. Самая быстрая зарядка в Samsung. 45 Ватт. Далее идет Sony. 30 Ваттная зарядка. И в iPhone. Ну, чуть-чуть поменьше. В общем-то, вот такое сравнение. Мне больше всего из всех этих моделей нравится, конечно же. Ну, давайте подумаем. Samsung больше нравится. Потому что он самый крутой по части все фотографии. То есть, iPhone делает слишком по желтому. Ну, опять же, шампанские цвета, да. Sony снимает только если там с ручными настройками. Как-то ковыряться, пытаться как-то сделать хорошо. Только так получится. По умолчанию там очень плохо все сделано. Так что мне там не нравится. Samsung делает самую классную картинку. Там можно и переворачивать камеру. То есть, снимаете основную. Потом оба нажали клавишу. И без прерывания записи сразу снимаете себя. Такое есть мало где. В общем, Samsung классный смартфон. Из всех этих трех мне нравится больше всего именно он. Но, правда, нужно иметь в виду, что он большой, угловатый и тяжелый. То есть, не в каждый карман поместится. И вообще, не каждому человеку будет к лицу. Из всех цветов я советую вот такой вот зеленый. Если видите. И мой, собственно, бежевый. Ну, еще я только что посмотрел, что там все из переработанных материалов. И стекло, и пластик, и металл. В общем, все сделано по высшим стандарту. Из переработанного материала. Так что, в плане экологии тоже все классно. Под конец пару слов скажу про One UI. Потому что операционная система это то, с чем мы в основном взаимодействуем при нашем повседневном использовании. Так вот, One UI мне, ну, стало больше нравиться, чем в прошлом году, скажем так. В прошлом году он мне не нравился. Из-за того, что он реально мультяшная нарисованная. Это, говорю я, фанат Material U, да. Мне непонятно, почему в смартфоне такого премиального сегмента, например, бизнес-бизнес, такие непонятные анимации. Они какие-то топорные. Вот в Sony все классно, все четко. То, что надо вообще, никаких вопросов нет. В Samsung и анимации такие себе, и иконки. Но за год я привык к этому, так что в целом вы тоже привыклись. Что ж, вот такой вот обзор. Больше всего я хотел рассказать именно про камеры. Потому что, ну, как бы, камеры это самое главное в смартфоне. Ради них стоит покупать эту модель. Там не столько, сколько для стилуса. Потому что стилус, ну, мало кто им прям будет фанатить от этой штуковины. Ну, я не фанатик. Мне он вообще не нужен. Как бы рисовать лучше на iPad, чем на Samsung. То есть, да, вот эта классная функция, что можно на заблокированном экране. Вот так вот, оба. И что-то нарисовать. Никогда не забывайте волшебное слово power, пожалуйста. Вот, можно так написать, и все. И вы точно не забудете. Ну, и под конец хотел бы сказать, что здесь так себе, на самом деле, это стекло, это Gorilla Glass 2-го поколения. У меня здесь уже царапина стоит. Еще одна царапина. Ну, то есть, вообще, никак, никуда, ничего. Я летал с ним и в минеральные воды, и еще где-то был. В общем, сильно покосался он, на самом деле. Покупайте защитные стекла и пленки. Вот такое вот у меня наставление напоследок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, покупайте в цифрусе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...